Всем привет! Сегодня четверг, 13-е июля. С вами видеоканал Gaming Online, и мы приготовили для вас очередной выпуск игровых новостей. Совершилось ещё одно поражение Denuvo, на этот раз крупное и неприятное. Было взломано FIFA 17, при том, что, насколько можно судить, FIFA 16 хакеры так и не одолели. FIFA 17 оставалась непобедимой почти 10 месяцев, и попала на торрент-трекеры за два месяца до выхода новой части. Данное обстоятельство подвергает сомнению конспирологическую версию о том, что в Electronic Arts договорились с хакерами, чтобы те не трогали их футбольный симулятор. Эта версия сильно пошатнулась после взлома Mass Effect Andromeda, а теперь, похоже, её адепты и вовсе утратили последние аргументы. Возможно, FireAxis Games близки к тому, чтобы приступить к разработке XCOM 3. Об этом свидетельствует объявление, появившееся на сайте компании, в которых говорится о грядущей работе над нашим мультиплатформерным проектом. Причём, вакансии опубликованы довольно хитро. Посмотреть весь их список нельзя. Можно увидеть только те, которые выскочат после ввода ключевых слов. На команды программист и дизайнер отобразились две соответствующие вакансии, в которых сказано, что, например, игровой дизайнер должен уметь работать с движком Unreal 4. Это даёт основания полагать, что речь идёт именно об XCOM 3, а не о дополнении для XCOM 2, ибо вторая часть существует на движке Unreal 3.5. Как вы уже, наверное, знаете, Microsoft решила усыпить Windows Phone 8, заявив, что данная операционная система более не получит обновлений, поскольку это, цитата, «не имеет смысла». Естественно, Windows Phone 7 это также касается в полномерии. Данное решение мелкомягких, во всяком случае в США, обрушило цену на смартфоны и планшеты, оснащённые соответствующей системой, и у владельцев таких устройств, естественно, накопились вопросы. Выяснилось, что Windows Phone 8, цитата, «невозможно обновить до Windows Phone 10», но в неофициальном общении со своей прессой мелкомягкие назвали подлинную причину. На мировом рынке смартфонов и планшетов с прошлого года доля проданных устройств Windows составила всего 0.3%. Вот столь малый объём и стал главной причиной того, что разработчики отказались от поддержки Windows Phone 8, а также сняли с производства смартфоны серии Lumia. Внезапно выяснилось, что многоожидаемый Cyberpunk 2077 создаётся на основе вселенной настольной игры, выпущенный аж в 1988 году американцем Майком Подсмитом. Решение о создании было принято в 2012 году, когда польская компания CD Projekt Red связалась с данным разработчиком настольных бумажных ролевых игр, и предложила ему сотрудничать, оказывая помощь в создании правильной атмосферы их будущего проекта, который тоже будет называться Cyberpunk. Причём, чернокожий мистер Подсмит сначала боялся лететь в Польшу, потому что «у вас там коммунисты и расисты». Но затем случилось, как обычно, бабло победило зло, и сотрудничеству было положено начало. Примечательно, что вышеобозначенный гражданин не имел вообще никакого понятия о видеоиграх, но, несмотря на это, контракт с ним заключили, и сделали это, вероятно, в первую и последнюю очередь, чтобы получить права на использование бренда. Неимоверно процветающий под эгидой Евросоюза Румыны и Sand Sailor Studio выпустили игру об ужасах коммунизма под названием Black The Fall. Black The Fall – платформер-головоломка, которую можно было бы назвать клоном Inside, с той лишь разницей, что Inside рассказывает об ужасах демократии, а Black The Fall – об ужасах жизни построителей коммунизма. Разработчики поведали о том, что когда Румыния была в Советском Блоке, их свободу страшно ущемляли, и все ужасы, которые довелось пережить тогда, они решили воплотить в эту игру. Жаль, что они не стали делать игру о румынских интервентах, участвующих в нападении на Советский Союз. Например, отлично бы получился симулятор выживания под Сталинградом, без права выжить, где этих самых румын, предков современных хипстеров-игроделов, немало полегло. В Steam эта рукопожатная демократическая поделка особого успеха не снискала. Всего 20 отзывов, и из них только 70% положительных. И да, если хотите знать наше мнение, покупать эту игру не следует ни в коем случае. Состоялся анонс необычной игры под названием Empire Lords of the Sea Gates, являющейся изометрическим RPG в атмосфере альтернативно-дизельпанковой Америки начала прошлого века, которую сами разработчики называют нео-викторианской. События Empire будут развиваться в Нью-Йорке 1910 года, в условиях глобального наводнения. Океан вышел из берегов, и все источники питьевой воды стали непригодными, так что нам, как и в первом Fallout'е, придётся искать воду. Бои здесь представлены в виде гибридной смеси пошаговых сражений и сражений в реальном времени. Значит, нас ждёт поиск воды, как Fallout, а бои, как Varcanum. И узнать, действительно ли это так, и на какие шедевры недавнего прошлого ещё будет похожа эта игра, мы сможем уже осенью, когда состоится её официальный релиз. Blue Isle Studios, который вы можете знать по ужастику Slender Arrival, анонсировала новую игру по названию Citadel Forged with Fire. Эта самая Citadel является фэнтези-песочницей с мультиплеером и сильной похожестью на Skyrim, несмотря на то, что сами авторы предпочитают об этом умалчивать. Игра появится в раннем доступе Steam уже 26 июля, а немного позже выйдет и на PS4 и Xbox One. Разработчики обещают совершенно новый опыт, в котором каждый игрок сможет найти свою судьбу, в ходе прокачки заниматься придётся такими вещами, как охотиться на ведьм, участвовать в осадах замков, создавать гильдии и приручать существ. А вот русскоязычной локализации у игры пока ещё нет. Игра под названием Serial Cleaner, создатель, которая предлагает играть за уборщика мест преступлений с прятанием трупов и отмыванием крови, получила оценки от прессы. Её сложно назвать шедевром, но и до полноценного провала она явно не дотянула. На данный момент на Metacritic средний балл составляет 75%. Высшая оценка – 80%, низшая – 70%. Из плюсов журналисты отметили отличный художественный стиль, весёлые задания, оригинальное звуковое сопровождение, необычную геймплейную механику и интересный сюжет. Что до минусов, то многие пожаловались на плохую стабильность игры, зависания и вылеты, сложности с управлением, которое иногда не работает так, как надо, а также однообразность геймплея, который поначалу очаровывает, а потом оказывается, что это всё и ничего нового в следующих миссиях вас не ждёт. Это были все самые актуальные, интересные и не очень игровые новости на текущий момент. Всем спасибо за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова